На жалобы, что мы не узнали ничего нового, можно ответить, что линия уже не может быть новой. Она просто не может исчезнуть. Когда-то ее задумали для того, чтобы показать, как Владимир Путин выгодно отличается на фоне своего предшественника – больного, нетрезвого и, к тому же, потерявшего контакт с народом. Ну, в общем, это был новый формат молодого, здорового президента, который в этом качестве существовал первые годы, а потом его просто нельзя было отменить. И даже сейчас, когда Путин с трудом лидирует, все-таки прямая линия должна показать, что народ идет за президентом, а не президент за народом. Это показать, чем дальше, показывать, вернее, чем дальше, тем сложнее. И, видимо, сложнее всего это было в этот раз. Часть наблюдателей заметила, что эта линия была максимально сухой, максимально высушенной. Я согласен с этим утверждением в том, что касается первого часа, потому что первый час был посвящен строго вопросам, вернее, народным недовольствам, народным жалобам в том порядке, судя по всему, в каком ему принесли эти народные жалобы внутренние социологи. То есть мы видели в первой части, я думаю, что скука связана с эффектом переподготовки. И как случается с слишком хорошо готовым к экзамену студентам, и студенту было скучно отвечать на вопросы, ответы на которые он знает заранее и, можно сказать, хорошо отрепетировал, им было неинтересно. Но когда вопросы, во-первых, отошли от строгой проблематики народных горестей, печали и жалоб, и перешли к вопросам, связанным больше с экономикой, с внешней политикой, с силовыми структурами, с лидерством его собственным, и шли в более рандомном, более случайном порядке, он заметно оживился, температуре повысился. Собственно, мы видим из этого, что Путин тот тип руководителя, которому удобнее трамплин в виде некоторой легкой неожиданности, легкого вызова, легкого риска попасться, чем беспроблемная, бесконфликтная работа с заготовками. Темы там, очевидно, были более-менее согласованы, во всяком случае, мы известно, но порядок тем, формулировка вопросов этих тем были все-таки в значительной степени произвольными, и вторые два часа, даже два с половиной, может быть, были, несомненно, более интересны. И, конечно, был довольно трогательный конец, несомненно, срежиссированный в том смысле, что он знал, что он будет отвечать на вопрос, за что ему стыдно, и подготовил для этого историю, но рассказал ему вполне искренне, и чувство, с которым он рассказал, было вполне искренним, и в этом нет противоречия, актер знает сценарий, но при этом может, так сказать, исполнить свое вполне искренне. Мы увидели коррекцию в сторону внутренних дел, это коррекция всего последнего текущего срока. Мы видели, что предыдущий срок внешнеполитическая повестка полностью заменила внутреннюю, то есть преграда, перегородка между внешней и внутренней политикой исчезли, не было никакой внутренней политики, отличимой от внешней. Мы видели по опросам и по настроениям людей, что это теперь невозможно, что невозможно в ответ на жалобы о плохих низких зарплатах или плохой медицине рассказывать про Сирию, Крым, армию и про то, как мы поставили на место американцев. Соответственно, это был внутренний Путин, но это был Путин, который не перешел на позиции народа, который готов вместе с народом бить нерадивое начальство. То есть это элементы такой прямой линии были в прошлом году, что-то вроде селекторного совещания директора, когда приходят люди, жалуются, а директор раздает подзатыльники начальникам цеха и рассказывает им или правкому, парткому, в общем, главам подразделений и рассказывает им, где они недоработали. Мы видели Путина, который утомлен немножко жалобами, он понимает эти жалобы, но он пытается ответить на эти жалобы сложно сочиненными предложениями. Поэтому Союз НО был так востребован в первом часе. «Реальные доходы падают, но зарплаты растут». И дальше объяснение, которое отчасти вовлекает простых людей в ответственность за собственную бедность. Это была первая тема, предложенная социологами, несомненно. Было сказано, что банки неосмотрительно выдают кредиты под обеспечение до 40% зарплаты, из чего следовало, что зарплаты растут. Ну, конечно, реальные доходы будут падать, если люди так себя сами кредитуют. То есть люди потребляют не по этим растущим зарплатам. Естественно, когда ты 40% зарплаты отдаешь для погашения кредита, у тебя не может быть никакого экономического оптимизма. Особенного акцента на этом не было, но похоже, что все-таки это прозвучало довольно четко. Люди, в том числе, сами ответственны за свою бедность. Точно так же Путин не был очень народным в ответе на вопрос о зарплатах министров, вообще чиновников. Он сказал, чиновников, он дал вполне элитистский, надо сказать, в общем, логичный ответ, что если вы понизите ниже критическое уровень зарплаты чиновникам, вы понизите их качество, что отразится, опять же, и на ваших зарплатах. Чего не было? Значит, не было слова «стабильность», что полностью соответствует моему тексту зимнему о том, что это слово ушло в качестве ключевого понятия «контракты между населением и людьми и властью». Не было Крыма вообще, то есть не было включения из Крыма, как региона России. Крым ограничился Крымским мостом. Это понятно, почему произошло. Это произошло потому, что ровно по той же причине, по какой пятилетие присоединения Крыма в этом году праздновалось так тихо. Не потому, что люди разочаровались в присоединении Крыма, не потому, что если вы проведете опрос, люди ответят «верните украинцам Крым, а дайте нам денег». Нет, они так, скорее всего, не ответят. Но потому, что люди не готовы купить Крым в качестве ответа на свои внутренние проблемы. И этим Крымом решили их не раздражать. Не было ничего про пенсию. В год пенсионной реформы не было ни одного пенсионера, который пожаловался бы на маленькую пенсию или на, не знаю, на то, что не удается совмещать пенсию и работу или на какие-то трудности, может быть, медицинские или социальные. И вообще не было ни одного раза упомянута пенсионная реформа. Это, конечно, принципиальное решение администрации. Я не думаю, что пенсионная реформа является предметом горячего недовольства. Иначе бы люди просто выходили по этому поводу. Они не выходят. Но я думаю, что эту тему они решили принципиально не трогать. Не было включений из очень больных точек вроде Кузбасса. Ну, я имею в виду Кемерово из Зимней Вишни, где население очень раздражено и по-прежнему этот казус не забыт. И вообще не было включений из мест, где возможны конспирологические вопросы вроде Магнитогорска, ГАЗ или Теракт, или Кемерово, халатности, или там, не знаю, кто виноват и так далее. И реформа мусорной не была объяснена, как следует, на мой взгляд. Зато в один вопрос сошлись, вернее, они были два встык, потому что оба касались 228-й статьи. Фидермейсер Голунов, Нюта Фидермейсер была в студии. Она всеми способами продвигает свою тему. Она спросила в очередной раз о декриминализации тех случаев, когда врачей могут обвинить в наркотрафике. И сразу после того, как Путин попытался ей ответить, по другой стороне 228-й статьи, прозвучал вопрос о Голунове. Фамилия не прозвучала, но Путин поразительным образом проговорился в том, что это была заготовка, что он готовился, что он знал о том, что эти вопросы будут, что они будут встык. Потому что задающий вопрос журналист не упомянул ни Ивана, ни по профессии, ни по фамилии. Он просто говорил о 228-й статье и о числе людей, которые сидят по этой статье. В ответ Путин сказал, журналист, которого вы упомянули. Но в вопросе не был упомянут никакой журналист. То есть это такая совсем проговорка о том, по сценарию. Проговорка того сценария, который у него был и обсуждался перед линией. Но ответ ни Федер Мессер, в общем, ответ ни по поводу палеотивной помощи, ни по поводу 228-й статьи шире не порадовал. Он явно был сделан с позиции геополитика, который заботится о безопасности в широком смысле слова. А безопасность в широком смысле слова подрывают те, кто пытаются посадить Россию на иглу. Поэтому нельзя здесь давать никакого спуска ни врачам, которые приторгуют наркотиками, хотя это ничтожное, мы знаем, что статистика ничтожная. Это 0,1%. 0,1-0,3. Это случаи, когда это действительно утечка на рынок пиатных препаратов. Не вообще по 228-й статье. То есть, по сути, было предложено следующее. Сохранить нынешний уровень сувовости по отношению и к врачам, и вообще к тем, кто хранит наркотики или каким-то образом транспортирует. Но контролировать действия полиции. То есть, контроль за контролем. Мы понимаем, что система несовершенна. Значит, мы понимаем, что в рамках этой несовершенной системы больные умирают с болью. Есть осужденные несправедливо в результате полицейского произвола. Но нам главное, так сказать, защитить страну. Поэтому мы не можем уровень суровости понижать. Мы можем только за этой суровостью усиливать контроль. То есть, одной суровости противопоставить другую суровость. На мой взгляд, это неудовлетворительно. Собственно, мы увидели Путина, который идет с оповесткой, а не ведет ее. Это было довольно очевидно. Это было очевидно и в темпе речи. И, собственно, в том, что, очевидно, он пытался донести мысль о нацпроектах и большом государственном инвестировании в человека как центре своей и правительства Кремля, его собственной деятельности на ближайшие пять лет. Но, по сути, эта мысль не была донесена. То есть, он не выступил как человек, который эту повестку предложил стране и повел людей за собой. По сути, линия развалилась на как раз ответы на отдельные недовольства. И президент выглядел не столько человеком, который ведет страну, сколько человеком, который идет за страной. А страна идет в разные стороны, и ему приходится, так сказать, разрываться, метаться и тоже пытаться идти в разные стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова